Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел, с вами канал GadgetMoney и сегодня поговорим о моем новом телефоне. Как вы можете понять, это OnePlus 9 Pro. Давайте начинать. Поехали! В общем, в целом, друзья, это действительно мой выбор, потому что сейчас речь идет о покупке либо айфона, либо, допустим, если вы хотите суперкрутые, скажем так, фотографии эталонного для Android качества. Это Pixel, который вышел только что, недавно, буквально несколько недель назад. Pixel 6 и 6 Pro, 6 Pro стоит космо денег на уровне 50 тысяч. Это OnePlus. Это целенаправленный выбор, друзья. Это естественно. Естественно, вы сейчас скажете, да не, Павел Паш, это как бы ну такое себе. А это именно мой целенаправленный выбор, потому что я хотел себе практически эталонный экран. Диагональ дисплея, который мне более-менее подходит, да, он немножко великоват. Да, до сих пор такие большие дисплеи, лопаты 6,7 дюймов, если не ошибаюсь. В общем, великоват для меня, но ничего страшного, привыкну. И, естественно, здесь, в принципе, неплохие камеры с помощью патчей, с помощью обновлений, с помощью всего, что здесь уже пришло и придет. Естественно, этот телефон будет все лучше и лучше. Тем более, самое время покупать сейчас по достаточно интересным ценам. Все ссылки будут в описании. Но, если вы житель Крыма, как я сейчас в данный момент, и вам срочно понадобился телефон, здесь и сейчас с годовой гарантией, с официальной гарантией, я имею в виду, у юридического лица, то рекомендую обратиться к ребятам из джингл-стора, вот официальный документ, пожалуйста. При этом ребята очень вежливо с вами общаются, объясняют все, к чему, что и как. Так, Oxygen OS, зеленый цвет на заказ, потому что я хотел себе зеленый матовый, переходничок в комплекте, потому что у нас китайская вилка на 65 Вт. Ну и давайте посмотрим. В общем, магазин я рекомендую, потому что здесь и сейчас, в Крыму, в Симферополе, с доставкой по всему Крыму, вы можете приобрести без каких-либо проблем. Да, я понимаю, что, может быть, на Алиэкспресс, более 11.11 недавно прошло, может быть, какие-то еще будут распродажи, ссылочки оставлю, в том числе и на Алик, если вам есть возможность подождать 3-4 недели, я сейчас вообще не понимаю, что будет происходить с доставками из Китая. Ну и в том числе, с российского склада можно было, не знаю, на территорию Крыма, но, скорее всего, нет, с Алиэкспресс на территорию Крыма не заказать ничего, поэтому тут, как ни крути, пришлось покупать у местных. Итак, давайте, вводная часть закончена. Вообще, компания OnePlus, последний OnePlus, который у меня был, это, если не ошибаюсь, пятерка, да, которая, в общем, видео есть на канале, вы можете посмотреть, это специальная версия под Звездные войны. Классная коробка матовая, открываем, телефон я уже вскрывал для того, чтобы проверить после того, как привез курьер, при этом доставка достаточно быстрая, оперативная, курьер привез, и все в этом плане хорошо. Телефончик сейчас по ПК в стороночку. Как вы понимаете, 2021 год, конец года, осень, все уже знают, что внутри, но для тех, кто, может быть, до сих пор определяется с выбором и смотрит это все в первый раз, показываю комплектацию, то у нас в комплекте непосредственно в коробке. Фирменный кабель красненький, вот такой вот USB Type-C, по-моему, версия 3.2, если не ошибаюсь, да, и вот такой вот замечательный блочочек на 65 ватт, фирменный, и вот с таким переходником. Это делается вот так вот, и все вставляется в нашу розетку. У меня есть, спасибо, конечно, магазину, что дали вот такой вот переходничок, но у меня есть более скромненькая такая вилочка на нашей розетке с американской или с китайской версией. Также у нас в комплекте, что у нас еще есть? Я спросил у продавца, и продавец действительно сказал, что в комплекте у нас идет вот такой вот интересный фирменный чехольчик. Чехольчик идут у 9 Pro под цвет, то есть для зеленого он будет зеленый. Это, в принципе, силиконовый кейс, очень похож по тактильным ощущениям на кейсы для компании Apple, по крайней мере. Не знаю, как насчет оригинала, надо просто сравнивать ноф-ноф, но то, что продается на каждом углу точно такой же материал, софт-тач, немножко такое покрытие, при этом это силикон. Дальше, дальше у нас есть все приветственные макулатурки, есть склепочка вот такая, вот тоже приятно будет иметь здесь у нас письмо, как я понимаю, фанатам, также у нас инструкция, вот такая вот обычная макулатура, никому не интересна, и наклейки, наклейки можете наклеить себе на ноутбук или чем вы там пользуетесь, компьютер, ну, это просто как-то сувенирное. В общем, самое главное, что здесь в комплекте идет классный телефон, при этом это 120 Гц, при этом это QHD-экран, при этом это опять же, в моем случае, годовая гарантия, я знаю, куда и к кому я могу обратиться. Ну и посмотрим на сам телефончик. Телефон с завода уже установлена защитная пленочка, при этом она не плохого качества, многие распаковщики, обзорщики жаловали, что у нас с завода прям, ну, посмотрите, здесь она просто идеально наклеена, при этом телефон вроде как из свежей партии, посмотрите, ну, вот я уже трогаю качество, в принципе, я знаю на ощупь, как выглядит и как чувствуется задняя стеклышка на айфонах 12 и 13 серии, здесь это ничем не хуже. Собран телефон, я и знал изначально, то есть посмотрел, в принципе, ознакомился с текущей продукцией компании OnePlus, и по мнению пользователей, и я это подтверждаю, телефон собран замечательно, у нас присутствует вот такой блок камер, здесь и ширик, и сверхширик, и телевик, и никому не нужна затычка на 2 и на 5 мегапикселей. Суть не в этом, давайте посмотрим. Требует зарядочки, сейчас мы подзарядим это все дело, и непосредственно начнем пользоваться. По внешнему виду классный рычажок управления режимами звука, беззвучный, вибро и так далее. Ну, все остальное, в принципе, вы, наверное, уже могли видеть на других каналах. В общем, я к чему, на самом деле. Давайте еще посмотрим, как выглядит у нас это все дело в чехольчике. А выглядит, мне кажется, вообще очень, очень, очень хорошо. Вот так вот это все в чехольчике выглядит замечательно. Сейчас поставим на зарядочку, поддерживает у нас быструю зарядку, 65 ватт, 30 минут, это все, что нужно для жизни. Утром встал, подзарядил, ночью не заряжаешь. Также поддерживает беспроводную зарядку, 50 ватт, и бодонепроницаемая IP68, но не рекомендуется испытывать, скажем так, потому что не все телефоны выживают после погружения в воду, в том числе с заявленными IP67 и IP68. Для каждого дня, для использования именно телефон, соцсети, интернет, браузинг, YouTube, кино. Здесь великолепный дисплей, здесь хорошая герцовка, здесь средняя, скажем так, батарейка на 4500 ампер часов. И это, наверное, все, что нужно для хорошего и качественного использования телефона, для того, чтобы пользователь, то есть я, да, как новый хозяин этого телефона, радовался тому, что происходит. Ну, наверное, на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь, комментируйте. Обязательно будет видео про фото и видео возможности этого телефона. Установим все самые последние обновления Oxygen, если они, соответственно, прилетят на него. Ну и посмотрим, как этим телефоном можно будет пользоваться именно в плане фото и видео возможностей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пиши, Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok